Друзья, хочу поблагодарить вас за активность в ролике про исчезновение Дениса Агиенко, мастера спорта по самбо, который бесследно исчез в 2016 году. Ваши лайки и комментарии помогли поднять видео в результатах поиска, благодаря чему его посмотрело большое число человек. Снова прошу вас о помощи. Ко мне обратилась Дарья, внучка пропавшей женщины, с просьбой осветить исчезновение ее бабушки. Давайте сделаем то немногое, что от нас зависит. Даже если вы подумаете, что живете далеко от места исчезновения, не забывайте про теорию шести рукопожатий. Алексеева Тамара Федоровна, 1935 года рождения, проживает в поселке Пионерский Шигонского района Самарской области. Тамара Федоровна плохо видит, передвигается с тростью, обычно дальше магазина и родственников одна не ходит. Утром 10 октября 2018 года к Тамаре Федоровне пришла соцработница. Женщина постучала в дверь Тамары Федоровны, но ей никто не открыл. После нескольких безуспешных попыток соцработница решила открыть дверь своим ключом. В квартире Тамары Федоровны ее ждала следующая картина. На кровать набросана одежда из шкафа, будто хозяйка в спешке куда-то собиралась, оделась и ушла. В остальном ничего подозрительного не обнаружено. Соцработница связалась с родственниками Тамары Федоровны. В этот же день вызвали полицию. Полицейские приехали, долго оформляли документы со слов родственников и после этого уехали. Перед уходом полицейские попросили родственников уведомить их, если те обнаружат что-то, относящееся к делу. Также полицейские забрали с собой расческу и зубную щетку женщины для дальнейшего исследования. Последний раз с Тамарой Федоровной разговаривала соседка, примерно около восьми часов вечера, 10 октября. На следующий день соцработник утром уже не обнаружила женщину дома и позвонила внучке и внуку Тамары Федоровны. У Тамары Федоровны есть сосед, пожилой мужчина, который по ночам не спит и любит смотреть в окно. Из своего окна он может увидеть дверь подъезда и площадку перед домом. Однако этот мужчина утверждал, то не заметил той ночью ни женщины, ничего либо подозрительного. 12 октября родственники связались с волонтерами из поискового отряда Лиза Алерт. Последние приехали в поселок к вечеру. Они планировали осмотреть территорию поселка с помощью дрона, но в итоге этого сделано не было. Волонтеры помогли обзвонить больницы и морги. Ничего. Также они прочесали территорию с отзывом, когда поисковики при поисках человека громко произносят его имя. Родственники женщины писали во все новостные группы соцсетей своего региона. Были отклики, что видели похожую женщину. Эти отклики проверялись волонтерами, но каждый раз это была не Тамара Федоровна. Родственники также обращались в Минздрав Самарской области с просьбой о содействии в распространении по больницам области информации о женщине на случай, если она бы попала в какую-либо больницу. Большую помощь в поисках женщины оказали соцработники. Впоследствии при осмотре квартиры Тамары Федоровны ее родственники обнаружат, что мобильный телефон женщины остался на зарядке, а вот ее паспорт в квартире найти так и не смогли. Кроме того, вся обувь Тамары Федоровны оставалась в квартире. Местный телеканал КТВ Луч выпустил сюжет об исчезновении женщины и неоднократно публиковал посты в своей группе. Периодически телеканал продолжает выпускать новые сюжеты о женщине. День за днем проходили недели. Прошел месяц, прошел второй. Каких новостей ни от полиции, ни от кого-либо другого не поступало. И родственники решили написать в прокуратуру жалобу на бездействие полиции. В ответ из полиции в прокуратуру пришел отчет о действиях, которые якобы были совершены. Однако, по словам внучки Тамары Федоровны, ничего из описанного выполнено не было. Однако письмо в прокуратуру все же дало эффект. После жалобы в поселок Пионерский приехал следователь с целью опросить местных жителей. Соседей по дому, где жила Тамара Федоровна. Жители неохотно шли на контакт, говорили, что ничего подозрительного не видели и не слышали. В этой истории, по словам Дарьи, есть один мистический момент. 11 октября, после второго дня поисков, я, брат и соцработник обсуждали данную ситуацию и думали, что делать дальше. Соцработник рассказал о знакомой гадалке. Мы ей позвонили и попросили узнать через карты, где бабушка. Хватались за любую соломинку. После гадалка перезвонила и сообщила, что увидела следующую картину. Белая, Газель и двое мужчин. Один постарше, другой, соответственно, моложе. Они в родственных связях. Отец и сын. Что бабушка где-то рядом с нами сейчас находится и скоро вернется. Но не вернулась. Через несколько месяцев после этого сестра бабушки рассказала о своем сне. Дорога, идущая немного вверх. По обе стороны деревья какие-то растут. Поломанные куски розные, листья коричневые, загненные такие. Дорога неровная. Я иду с Тамарой, с Тесей, со своим мужем. Вот родом мы идем по этой дороге, вверх, что там вроде бы. И Тамара мне говорит, нужно помянуть маму. А я учусь, что это про Тому, то ему бедности бросало, я не понимаю, а помянуть маму. А я говорю, ну вот еще же непонятно, что с ней случилось. А Тома говорит, нет, уже можно, уже можно поминать. Я говорю, ну ладно, у меня есть. И мы идем, продолжаем подниматься метренно по этой дороге. И на встрече нам идет машина. Делай фургон. Вот сначала я увидела машину. Потом, наверное, из нее вышли два парня. Один побольше, другой по ним. Оба в черных костюмах. Это же столкнув, в черных костках, в черных. И они с нами равняются, как бы, вот мы с коллективом. И когда они проходят, они начинают какой-то игривый разговор с Тамарой вести. И Тамара хихикает, что-то им отвечает. Мне это как-то неприятно почему-то. И мы тут же разменулись. И тут же остановились. Потому что эти пазлы стали в нас бросать чем-то. То ли шишками, то ли палочками, какими-то. Сквозь этот фрир свой разговор продолжался. И тут я проживалась. Родственники придерживаются версии, что Тамара Федоровна в темное время суток вышла на дорогу, и ее сбила машина. Возможно, что это была белая газель. Водитель запаниковал и спрятал тело. Дарья, внучка Тамары Федоровны, попросила упомянуть в ролике, что дорога, которая проходит от Сызерни к Шигонам, и в частности подъезд к поселку Пионерский, не имеет видеонаблюдения. Хотелось бы об этом упомянуть в видео, чтобы власти Шигонской администрации задумались о том, сколько возможно преступлений из-за этого скрыто от правосудия. Приметы Тамары Федоровны. Рост 160 см, телосложение худощавое, волосы седые до плеч, глаза серые. Была одета. Темно-коричневые кепи, куртку цвета хаки, темные брюки, белые дутые полусапоги. При себе у женщины была металлическая трость. Друзья, давайте сделаем то немногое, что от нас зависит. Всем спасибо за просмотр и помощь в продвижении ролика. Субтитры создавал DimaTorzok